Небольшой видео обзор инструментов Tilda. Заходим на сайт Tilda и регистрируемся. Проходим регистрацию. Надо ввести имя, электронную почту, пароль. Я уже зарегистрировалась и на этом сайте я сделала 260 аж страниц. Я говорю сейчас не именно о многостраничных сайтах, а всего страниц сайтов. К каждому вебинару, каждой вашей встрече вы можете здесь создавать отдельные лендинги, посадочные страницы ваших мероприятий, даже проводить опросы здесь. То есть потенциал достаточно большой. Сразу хочу предупредить, что здесь достаточно гидов и достаточно объяснений, как работать на этом сайте. И нет необходимости делать вам отдельные гиды. Если вы зайдете в уроки статьи, то вы найдете ответы на все ваши вопросы, поверьте, где очень подробно и понятно объясняется, что и как делать. Потому что функций очень много, потенциал большой. Есть видео уроки. Но допустим, как сделать одностраничный сайт. Очень подробно рассказывается, как это делать. Я уже создала свой сайт. Этот сайт имеет несколько страниц. Много, точнее, страниц. Но я разделила их под нескольким блоком. Допустим, моя школа Learning Trinosure, Lingua Fitness и проекты, в которых я принимаю участие. Допустим, здесь остался английский проект «Башня Павилонская». Здесь очень много лендингов. Я захожу на Learning Trinosure и вот я вижу, сколько всего здесь много. Что касается доменного имени, вы можете подключить домен. И здесь есть инструкция, как это делать. То есть это тоже можно сделать. У меня платный тариф, но я объясню, как работать в бесплатном тарифе. Я не буду рассказывать про всю панель верхнюю, потому что тут есть и заявки, и тарифы оплаты, и профили, и CRM. Мы пойдем сразу на сайт. Давайте даже сходим сначала на сайт и посмотрим, как это выглядит. Вот учебный центр Learning Trinosure. То есть здесь есть на сайте меню, если мы его откроем в режиме редактирования, в таком. То есть здесь есть меню. Здесь есть вот первый экран, где форма регистрации есть и можно будет получить в подарок чек-лист. Здесь есть какие-то мотивирующие фразы, призывы, информация о новых курсах. Соответственно, все это открывается, и можно почитать поподробнее. Вот сейчас я перейду еще на одну страницу своего сайта. То есть здесь достаточно много страниц. Какие-то уже неактивные из тех 260, которых я сделала. Конечно, они многие уже не работают, потому что каждому предприятию делаем отдельную страничку. И вот то, что вы сейчас видите, это готовые блоки, которые я просто прикрепила и заменила. Там, может быть, иконки и текст. Вот отзывы наших слушателей. Это блок с видео. Все это работает, все это включается. Это такие блоки, которые дают выход на определенные страницы. Вот, допустим, новинка. Я перешла еще на одну страницу курса. Это тоже страница, просто они между собой все объединены. И здесь представлен каталог наших курсов. Вот он идет. За ними скрываются наши курсы. И вот такие мини-курсы. Это могут быть и записи презентаций. Ну и вот объяснение, как устроены курсы. Информация обо мне. Возвращаемся к главному слайду. Это работы. То, как мы работаем. То есть это тоже видеоблоки. И, в общем-то, дальше вы видите, что это вот такие блоки, которые просто прикрепляются. То есть есть записи вебинаров, есть даже отзывы. Ну и, соответственно, всплывающие окна тоже есть. Все это можно настроить. Мы же с вами собираемся не сайт делать, а мы занимаемся стори-теллингом. И что можно сделать со стори-теллингом. Я возвращаюсь на свою главную страницу и нажимаю на «Создать новую страницу». Я, конечно, не буду рассказывать о всем потенциале, друзья. Вы сможете зайти на гиды и на инструкции тилдовские и все здесь посмотреть. Моя помощь вам здесь не нужна, напоминаю. Здесь есть по тематике. Есть пустая страница. Давайте выберем какую-нибудь страницу и с материалом. Ну, например, вот есть онлайн-школа английского. Но, скорее всего, для лонгрида нам потребуется что-то с большим количеством иллюстраций. Повторяю, все это можно сделать и без шаблона. Все это можно сделать и без шаблона. И добавить все те же самые блоки. Но с шаблоном просто изначально будет удобнее. Такие варианты. Ну что ж, давайте зайдем. Вот можно сюда даже. Создать страницу. Вот это первый экран. Смысл в том, что здесь даже есть, кстати, вот хедер. Хедер, то есть такая, верхний блок, который универсален для всех страниц. А нас, услуги, контакты, телефон. Суть заключается в том, что вы ищете вот такой плюсик и добавляете какие-то блоки. Вот все эти блоки можно добавить. Причем они тоже бывают разных видов. Видите? Сразу все видно. Вот титул замечательный. Просто очень легко использовать. Есть, конечно, сложные какие-то моменты, но в общем нет. Вот давайте разберемся с первым экраном. Так как это стори-теллинг, нам нужна очень красивая картинка. Вот мы, прежде всего, можем идти во вкладку контент. Сюда добавлять. Вкладка настройки уже здесь можно настроить прозрачность, цвет, фильтры всякие. То есть вот такой момент. Но сам контент добавляем в контент. А вот здесь располагаются вот варианты. А как это вообще может выглядеть? Ну вот так может выглядеть. Может вот так выглядеть. Ну то есть смысл вам нужна? Какая-то кнопка призыва к действию? Да? Перейти на какой-то сайт или зарегистрироваться или нет? Нам не нужна. Мы делаем другой совершенно продукт. Нажимаем на контент. Загрузить файл. Сюда загрузить файл. Выбираем какой-нибудь файл. Я наугад беру просто файл, потому что у вас будет своя история. Ну и что? Мы здесь видим заголовок. Есть описание на английском языке. Можно закачать фоновое видео. И вот в этом отношении будет хорошо работать сторителлинг. Давайте зайдем. Зайду на свой YouTube канал и найду какое-нибудь видео. Ну для сторителлинга надо подобрать что-то. Давайте возьмем красивое. Соответственно по тематике. Мы сейчас выберем какое-то видео и добавим его в доставку. Это реклама. Это реклама. Поделиться. Копировать. Давайте попробуем. Конечно здесь есть закадровый голос. Давайте попробуем убрать сейчас фотографию. И ссылка на видеоролик. Все. Вот так будет открываться. Вот этот первый экран. То есть здесь какое-то название какой-то истории идет. И вот будет идти такое красивое воображение. Видео точнее. Вы можете кстати вот здесь нажать еще раз и продублировать. Но одни и те же блоки желательно не повторять. Следующий блок это блок с фотографией. И смотрите. Но опять же следующий блок добавляйте плюсиком. Просто плюсом. Если хотите этот же блок использовать. То есть вот сюда мы добавляем контент. Вот здесь можно кстати искать библиотеки. И найти что-то библиотеки. Иконки. Просто Google. Unsplash. Можно добавить что-то свое. Загрузить файл. Загрузить. Вот туда можем загрузить картинку. Тут тоже есть заголовок, подзаголовок, описание, текст, кнопки. Собственно если вы не хотите никакого текста, просто его не впечатывайте. Но вот здесь будьте осторожны. Потому что здесь не те размеры фотографии, которые необходимы. И соответственно половина только видна моего изображения. Когда вы находитесь в режиме редактирования, вы можете абсолютно спокойно впечатывать текст, заголовки. Даже вот непосредственно здесь. Здесь тоже самое. Тоже вот такой блок выбран. Но даже если блок уже существует, вы можете всегда зайти и посмотреть варианты того же самого блока. Какие они могут быть. То есть вот сюда нажимаем. И видите уже другие варианты. То есть просто выбираем то, что надо. Когда вы все произвели всю работу с вашим сайтом, вы просто нажимаете опубликовать. Здесь нет еще адреса страницы, потому что это новая страница. Но вы можете ввести любой другой адрес и продолжение, да, и опубликовать. Я не хочу открывать эту страницу. Сейчас я вам расскажу, какие бывают варианты вообще того, что можно добавить. Нажимаем на плюс. И вот перед нами открываются все варианты. Обложка. О проекте. Заголовок. Текстовый блок. Изображение разных вариантов. Галерея. Это будет, да, несколько изображений. Тоже есть разные варианты. Ключевая фраза. Прямая речь. Вот уже готовое все, да. Преимущество. Наверняка вам это потребуется, какие-то перечисления. Плитка и ссылка. Везде можно ссылочки прикрепить. Подвал. Это самый низ. Видео. Можно одно видео, можно несколько. Вот если в YouTube видео уже добавляете, то, соответственно, будет видна картинка. Формы и кнопки. Необходимо, конечно, полазить буквально по этому сайту, чтобы найти что-то подходящее. Команда. Отзывы. Расписание. Здесь эта конференция. Можно вот так оформить расписание. Очень важный момент. Это этапы. Для сторителлинга это будет важно, чтобы вы указывали этапы. И этапы, контакты, услуги, соцсети, тарифы, партнеры, другое. Тоже много всего. И можем сделать нулевой блок. Нулевой блок это значит, что вы будете работать самостоятельно и сами производить дизайн слайды. Сами все выравнивать и настраивать. Во-вторых, как только все готово, вы нажимаете отправить. Для сторителлинга нам нужны явно вот эти шкалы времени. Нам нужно видео такое вдохновляющее. Вот как здесь. Сейчас мы сделали. Что нам еще необходимо? Может быть преимущества, недостатки. Может быть плитка, ссылки. Наверняка нам необходимо будет вставить текст и маленькое видео. Поэтому смотрим текст. Нет, здесь этого нет. Если мы войдем в изображение, то есть изображение в тексте. Если вы какую-то историю рассказываете, этот блок тоже нужен будет. Вот видео. Только вариантов видео. Ну что ж, это такой небольшой обзор инструментов тилда. Приходите на сайт, ищите на первом экране сразу будет справочный центр, вебинар, уроки и статьи. И удачи вам, успехов. Создавайте замечательный сторителлинг на одностраничных сайтах тилда.